МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Ненецкого округа утвердила отчет об исполнении бюджета в первом полугодии. О расходах и доходах окружной казны с января по июнь 2016 года на прошедшем заседании администрации рассказал исполняющий обязанности начальника управления финансов Александр Покулин. Доходы региональной казны в первом полугодии 2016 года составили 4,754 млн. рублей. Это 103,8% от полугодового плана. Но в то же время в полтора раза меньше, чем в тот же период годом ранее. Расходы составили более 7,144 млн. рублей. Это более 97,5% от полугодового плана и на 16,4% меньше, чем в январе-июне 2015 года. Соответственно, дефицит за полгода составил 2,390 млн. рублей. Государственный долг на 1 июля 2016 года составил 3,8 млрд. рублей. Структура государственного долга показывает, что 3 млрд. это кредиты кредитных организаций, 800 млн. были привлечены окружным бюджетом, краткосрочные займы из Управления Федерального Конституции Федеральных Средств под ставку 0,1%. Данный вид кредитования позволяет осуществлять более позднее заимствование кредитных ресурсов и, соответственно, экономить средства на обслуживание государственного долга. Основная причина резкого снижения поступлений в бюджет – отсутствие в первом полугодии доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харягинское месторождение». Нулевые доходы по этой статье фиксируются впервые за многие годы. В 2015 году к 1 июля в бюджет округа от реализации СРП поступило 2 млрд. 774 млн. рублей. В целом, за последние годы бюджет региона на треть формировался именно за счёт доходов от Харягинского СРП. В бюджет 2016 года по этой статье планировалось получить 4 млрд. 818 млн. рублей. Однако существуют риски недополучения всей суммы. Основным источником доходной части окружного бюджета в первом полугодии 2016 года является налог на имущество организации. Он составляет в доле поступлений доходной части окружного бюджета 58,5%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 4 млрд. 467,7 млн. рублей, или 94% от всех доходов окружного бюджета. По словам губернатора Игоря Кошина, чтобы сбалансировать бюджет, необходимо увеличивать доходную часть и снижать расходную. Как показал бюджетный квест, игра, в которой жители округа могли секвестировать 3 млрд. рублей, чаще всего под урезание попадают расходы на госуправление. Будем снижать расходы, и параллельно мы должны увеличивать доходную часть. Потому что сегодня мы берём кредиты на выплату заработной платы. И сегодня большая часть у нас по дорожному строительству, у нас сегодня это федеральные средства, да, экономические? Вот. То вот мы сегодня берём кредиты на зарплату и на собственное содержание. Поэтому, коллеги, будем уменьшаться. Крупнейшими расходными статьями в первом полугодии стали образование более 31% от общей суммы расходов, социальная политика – 17,3%, национальная экономика – 16,5% и здравоохранение – 11,5%. Доходы бюджета после внесённых в него в начале июля изменений запланированы в объёме 16,491,000,000 рублей. Расходы – 19,119,000,000 рублей. Дефицит составит 2,628,000,000 рублей или 17% от размера доходов без учёта безвозмездных поступлений. Валентина Чебичек, Антон Водоряков, Телеканал «Север». Наринмар-Дориемстрой планирует через 1-2 года увеличить годовую выручку до 1,8,000,000,000 рублей. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Низьев на встрече с губернатором округа Игорем Кошиным. По словам главного дорожника региона, выручка предприятия, рухнувшая в 2014 году до 97,000,000,000 рублей, уже в прошлом году выросла более чем в 8 раз. В нынешнем году ожидается сохранение прошлогоднего оборота, что позволит предприятию закончить год без убытков и даже получить небольшую прибыль. Выход на годовые обороты в 1,8,000,000,000 рублей, которые во многом будут обеспечены строительством участков автодороги Наринмар-Усинск и объездной дороги в Наринмаре, позволит предприятию зарабатывать 40,000,000,000 рублей прибыли и, соответственно, 25% от неё – это 10,000,000 рублей – перечислять в окружной бюджет. Увеличение объёмов прибыли позволит вкладывать и в собственную модернизацию. Износ оборудования дорожников сейчас составляет почти 60%. Поправить положение в прошлом году помогли бюджетные вливания. 60 миллионов были направлены на покупку 14 единиц техники. В нынешнем году Наринмар-Даримстрой закупает ещё 10 единиц техники на 78 миллионов рублей, но уже в лизинг. Три единицы самосвалов, бортовой автомобиль с краном, автокран на базе КАМАЗа, вот одна единица эскаватор гусеничный, волево, уже получим каток тротуарный небольшой, 2,2 тонны, и каток дорожный комбинированный, 8 тонны. Также бульдозер обновляется, Б-10, и малогабаритная своеводная установка. Поставку новых машин ожидают к 1 сентября. Кроме того, по словам Владимира Низьева, в нынешнем году планируется завершение строительства здания ремонтно-механических мастерских. На это необходимо почти 9,5 миллионов рублей. Обсудили стороны и кадровые вопросы. Владимир Низьев сообщил, что среднесписочная численность работников составляет 230-250 человек. Губернатор поинтересовался, какую долю из них составляют жители НАУ. У нас в среднем 60, где-то 60 процентов, это местные жители, 65. Остальные 40. Остальные 40, это в том числе вахтовики и ЭТР порядка 15 человек. Увеличить процент местных кадров на предприятии. Такую задачу поставил глава региона перед Наринмардо Римстроем и Ненецким профессиональным училищем. Для этого образовательному учреждению необходимо начать подготовку бульдозеристов, экскаваторщиков и других дорожных специалистов. По словам главы региона, отдача наступит не сразу, но через 2-3 года округ получит квалифицированных работников для работы на предприятии. В целом глава региона отметил динамику развития предприятия, которое в минувшем году привело в порядок окружные дороги и поблагодарил руководство за качественную работу. Каждый квадратный метр асфальта, положенный на землю, мы отвоевываем, собственно говоря, для города у песка. То есть мы убираем все равно этот песок, потому что песка реально становится меньше. Озеленение надо делать, делать каждый год. Это постоянный процесс. Значит, к вам тоже просьба. Вот в прошлом году очень сильно эти откосы убрали, бордюры почистили. Значит, продолжайте тоже эту работу убирать. Вот, чтобы... Ну, тогда у нас дороги, первых, и вид имеют другой, и эксплуатировать их проще. Я просто цифры посмотрел, был приятно удивлен. Снижается, значит, аварийность на дорогах. Это прям, ну, прям динамику видно. 15-й, там, первый полгода, 16-й. В конце встречи губернатор округа сказал, что дорожников, вероятно, ожидает еще один подряд на строительство в Наринмаре двух закольцованных велосипедных дорожек, тротуаров и остановочных комплексов. Елена Семеновичева, Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Всесторонняя поддержка частных образовательных организаций. На очередном заседании администрации региона одобрены поправки в порядок субсидирования частных детских садов. Теперь они смогут получать окружные целевые средства на оплату труда, коммунальных услуг, закупку канцелярии и средств обучения. Возможность оказывать всестороннюю поддержку частным образовательным организациям появилась после предканикулярной сессии Собрания депутатов. Парламентарии приняли поправки в закон об образовании в Неницком автономном округе. Они призваны уравнять условия получения дошкольного образования в бюджетных и частных детских садах. Без окружной поддержки негосударственным организациям затруднительно организовать полноценный образовательный процесс. Предлагается внести изменения в порядок с предоставлением субсидий на возмещение затрат частным образовательным организациям, включающие в себя оплату труда, приобретение учебников, игрушек, средства обучения, в части расширения категории получателей субсидий. То есть предлагаем распространить действие порядка на все образовательные организации любой организационной правовой формы. Благодаря окружной поддержке частные детские сады смогут снизить стоимость посещения до уровня государственного. Сегодня в округе ежемесячная оплата составляет не более 2000 рублей в месяц. Минсельхоз ограничил вылов рыбы в Печоре. Под запрет попал Чир и Пелец. Кому путевку лицензии на любительское и спортивное рыболовство начнет выдавать Центр природопользования. Промышленный вылов Чира и Пелец в Печоре ограничен до конца года. Об этом на еженедельной планерке при губернаторе региона доложил руководитель Департамента природных ресурсов экологии Поконенецкого округа Олег Белак. Установленный объем, рекомендованный наукой по вылову Чира и Пелец, мы его достигли, уже превысили. Поэтому Минсельхоз издал распоряжение с первого, сейчас уже департамент не заключает договора на улыбку в Пелец и Вечераре. Соответственно, с 1 августа по 31 декабря вводится ограничение на улыбку в Позанале. По информации Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства, по состоянию на июль, освоение Пелец в Печоре в границах округа составило более 3 тонн, или 125% от рекомендованного объема. Освоение Чира в Печоре составляет около 1 тонны при рекомендованном объеме в 400 кг. В связи с этим Минсельхоз ограничил вылов этих видов рыб. Исключение составляет рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры, а также в целях любительского и спортивного рыболовства. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 1 августа 2016 года. Лицензии на любительское и спортивное рыболовство временно будет выдавать Центр природопользования и охраны окружающей среды. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал заместитель директора казенного учреждения Игорь Кисляков. Центр природопользования и охраны окружающей среды возьмет на себя функции Севрыбвода по выдаче разрешений на лов рыбы на участках городской и Чайкино. Сотрудник Севрыбвода, который выписывал здесь эти лицензии, находится на больничном. Поэтому временно выписывать будем мы. В том году мы тоже, кстати, казенное учреждение подменяло сотрудников Севрыбвода и выписывали также мы эти лицензии. То есть работа это не новая. Для работы по выдаче лицензий на любительское и спортивное рыболовство казенное учреждение выделит одного своего сотрудника. Путевки на участке городской и Чайкино начнут выписывать в четверг, 28 июля с 8.30 по адресу улица Рыбников, дом 1А, кабинет номер 8, телефон для справок 402-34. Кормозаготовительная кампания в регионе выполнена на 81%. С начала сенокосной страды аграрии Ненецкого округа заготовили 5700 тонн грубых кормов. В планах до конца августа заготовить порядка 7000. В общей сложности аграрии на предстоящий зимний стоиловый период заготовили более 3000 тонн сена и более 2500 тонн сенажа. Весь объем упакован в 2100 рулонов и в настоящий момент вывозится с лугов на фермы предприятий. Максимальное количество сена и сенажа заготовили в самом крупном животноводческом предприятии Ненецкой агропромышленной компании. Заготовка сена выполнена на 100%, сенажа на 70%. Директор предприятия Анатолий Чудочин отметил высокое качество сена в этом году. По его словам, в первую очередь это связано с регулярным подсеиванием многолетних трав и удобрением почвы. Всего в кормозаготовительной компании НАУ в 2016 году принимают участие 6 хозяйств. На предстоящий зимний стойловый период они планируют заготовить более 7000 тонн сена и сенажа. Акционерное общество «Мясопродукты» продолжает прием заявлений на получение дисконтных карт высокий возраст. По информации директора предприятия Тамары Критская, от жителей региона уже поступило 630 заявок. Напомню, специальные карты позволят пенсионерам приобретать продуктовые наборы через сеть фирменных магазинов акционерного общества со скидкой. Изготовленный полученный 2005 карт, вся информация обрабатывается, заносится в систему для работы данной программы. В четверг, 28 июля, поступит вся продукция по этой программе. Скидка на продукцию производства мясокомбината будет предусмотрена в размере 5%, на прочие товары 20%. Объем продуктового набора рассчитан на месяц. Всего в перечне товаров, которые пенсионеры смогут приобретать по дисконтным картам, 9 наименований. В список вошли фарш оленей, колбаса бандарская, котлеты, суповой набор, масло растительное, макаронные изделия, мука высшего сорта, крупы и сахар рафинад. Проект социальной поддержки старшего поколения планируется запустить с 1 августа. Граждане, достигшие возраста 65 лет, могут обратиться с заявлением на получение карт с понедельника по четверг в один из пунктов приема. Центральную библиотеку, мэрию Наринмара, администрацию предприятия мясопродукты. При себе необходимо иметь паспорт. Корреспонденты телеканала «Север» продолжают путешествовать по Печоре. На этот раз наша съемочная группа высадилась в Оксино и отправилась в гости к местным жителям. Более 50 растений, больше 30 видов цветов, многочисленные фигурки героев любимых сказок, разнообразные статуэтки, чудо-мельницы, садовые фонтаны и пруды. И это не описание пятизвездочного отеля на берегу моря. Оказывается, в такой сказочной обстановке живут большинство жителей села Оксино. В этом убедилась и наша съемочная группа. О тех, кто создает сказку своими руками, расскажет Любовь Пермякова. Летняя сказка. Так можно сказать про огород Валентина Акимовна Поздеева. Чего тут только не растет. Огурцы, помидоры, петрушка, перец. А цветы – это особенная гордость хозяйки. Настурция, герань, ноготки. Каждое утро хозяева этого дома собираются за семейным столом, попить чай и самовара. А внуки особенно рады клубничке. Чтобы порадовать близких людей такой красотой и обилием культурных растений, нужно приложить немало усилий. Каждый день справиться с большим объемом работы на участке Валентина Поздеева помогает Любовь к земле и своему делу. Каждый день приходится работать. Ну а как же? Надо же поклониться земле, любить ее, уважать. А если не пообщаться, так ничего же, расти не будет. А разговариваете, да, еще с землей? А? Разговариваете с землей? А как же, а как же? Вот ты каждый раз подходишь, вот как ребеночек, что вот ты расти, говорю, вот они. Не болей, я уж помогаю, стараюсь. И южные растения всякие тут. Сказку-то надо ведь делать своими руками. Я как вспоминаю, чтобы рыбку поесть, без труда не было лишь рыбку из пруда. А чтобы молочко попить и картошку поесть, надо поработать. С марта месяца хозяйка огорода выращивает рассаду. В мае вскапывает огород и высаживает в теплицу и на грядке проросшие растения. Своим гостям Валентина Акимовна с гордостью показывает богатый урожай. Вот лучок у меня, вот это лук. В прошлый год я два с лишним бедра сняла лука, чеснок. Пусть он даже как однозубка называется, не могу вот так вырастить, чтобы она делилась. Но довольно-таки очень ароматный. Муж любит, он каждый раз в обед берет головочку чесночка, пожалуйста. Лучок, картошечку вот сняла. Тут перец, огурчики. Вкусные и полезные растения на небольшом участке окружены особым дизайном огорода. Место в гармоничном уличном ансамбле нашлось и для комнатных растений. Бальзамин и герань. Я все думала, герань же много лет у меня растение. А оказалось, получилось, что у меня оно семенами взяла и попробовала. Вот петуния, она хорошо растет. Уже который год вот из висячей кашпоя туда сажу. Талант не только к выращиванию, но и к изготовлению всякого рода красивых изделий есть у всего семейства Поздеевых. Кроме статуэток и декоративных ансамблей есть особенные вещи. Любимый муж Валентины Акимовны сплел своими руками огромную корзину для цветочной клумбы. А для своих внуков сделал маленький домик. А это внучка мужей. И одеяло вынесли, и кроватку сделали, и кукол. Это специально дедушка для внучек, да, сделала? Да, специально для внучек сделала. На будущий год у хозяйки дома ее супруга уже много творческих планов. Главное, считает Валентина Акимовна, делать все с душой. Делают все с душой и соседи семей Поздеевых. Волшебные феи, избушка Баба-Яги и искусственный пруд украшают огород семи Макаровых. А в огороде хозяиновых бьют фонтаны и благоухают цветочные арки. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...